Просто тестировал несколько вариантов. Я подъезжал в магазин, смотрел разные варианты и нашел несколько уязвимостей, благодаря которым можно попадать сюда. Без кода, без права, без выгу. Ладно, пойду, выбираю товары, которые мне нужны. Всем всего доброго, удачных вам покупок и хорошей вам самоизоляции. Меня не пустили в секонд-хенд, где достаточно высокие цены были, по 200-300 рублей. Хотя распродажа в конце месяца по 50 рублей. Раньше, когда по 50 рублей было, я туда приходил. Там просто толпение народу было. 100-200-300 человек. Молодые люди очень было. Много молодых людей. Девушек, женщин, пацанов. Всех было полно. Сейчас же я пришел, когда в секонд-хенд, то я увидел там только двух бабулек. И когда уже зашел в этот магазин, ко мне продавцы прибежали и говорят, где твой кот. Ну и ладно, ушел оттуда вы и все, пожалуйста. Два человека, представляете, это был вечер. Это была пятница вечер. Два человека пришли в этот здоровый зал, который, конечно, себя никогда не окупит. И как бизнес, конечно, он долго не простоит. В нынешней среде, раз такие условия, конечно, нет. Бродя по торговым центрам, я вижу, что людей стало в 3, в 4, в 2 раза меньше, в 5 раз меньше, в 100 раз меньше. То есть я вижу пустые залы. Люди не хотят ничего делать из-под палки. Россияне не хотят ничего делать, когда их заставляют. И поэтому сейчас наступило другое время, которое уже сменяет чиновников, которое сменяет мажоров, которое сменяет других людей, которое сменяет людей, которые каким-то образом влезли куда-то в какой-то бизнес. Это отсылка к высшему образованию. Кто там, мне говорят, кто образовался, залез наверх. Сейчас уже зарабатывают все. На рынках торговцы зарабатывают. На рынках те, даже у кого документов нет, зарабатывают уже сейчас. Которые за аренду ничего не платят, они даже зарабатывают. Что толку от этих огромных здоровых залов, если там ничего невозможно продать? Люди арендуют это, платят за постройку этих торговых центров. Где-то это законно, где-то полузаконно, где-то незаконно. Миллионы в это вкладывают. Но что они сделают, если клиента нету? А тем более сейчас, когда, в преддверии Нового года. Люди по-любому побегут закупаться в магазины перед Новым годом. Вы помните 20-й год, 19-й год, 18-й год? Вы все гадаете. Помните, когда был ноябрь месяц, сколько народу было в Ашанах? Сколько народу было в этих гипермаркетах, каруселях, лентах? Сколько там было народу? Там пройти невозможно было в ноябре. Если ты туда в декабрь попал, то ты будешь час в пробке стоять к кассе. Сейчас уже такого нет. Выигрывать начинают уличные торговцы и те люди, кто был вчера никем. Организовывая свою доставку, продавая что-то через интернет. Это вот отсылка к тем людям, которые у меня тут пишут, что без связи ничего невозможно. Ну, пожалуйста, люди со связями сидят на хороших тепленьких местах, куда клиенты-то не приходят. Что толку, что ты там сидишь в этом офисе или в торговом центре, если ты ничего продать не можешь, а тебе нужно платить за аренду по той же средней оплате, потому что никакого режима ЧС не введено. И тем самым сейчас приходит новое время новых людей, которые действительно талантливые продавцы, действительно что-то хотят делать, и они сменяют тех уже, кто там сидит давно, как они туда попали, мы прекрасно знаем. Люди не хотят ничего делать через силу. А сейчас, перед Новым годом, куда вы пойдете закупаться? Ну, конечно, вы побежите туда, куда вас спустят. Торговые центры понесут крупные финансовые потери, потому что сейчас, в ноябре, люди бегут закупаться, покупать телевизоры, бытовые техники, подарки друг другу. Они побегут чем-то тариться. Но куда они побегут? Мы все это все прекрасно знаем. И это время, оно действительно сейчас самое лучшее.